Убила зарядка от телефона. Житель Шимкента скончался от удара током при попытке зарядить мобильный. Быть или не быть ЛРТМ. Эксперты задаются вопросом целесообразности завершения строительства амбициозного проекта. Потребительский спрос растет. Магазины за полгода продали товаров почти на 5 триллионов тенге. На телеканале Атомикен Бизнес Новости в студии Эльвира Найманбаева. Добрый день. 23-летний житель Шимкента стал жертвой неисправной зарядки от мобильного. Он скачался от удара током. Как сообщили в региональном департаменте ПЧС, трагедия произошла 15 июля. Парень намеревался зарядить телефон, но по неосторожности получил поражение электричеством и скончался на месте. В ДЧС уточнили, это первый подобный случай в регионе в этом году. За весь прошлый год в Шимкенте от поражения током погибли 4 человека, из них 2 детей 4 и 9 годов рождения. О ведомстве также напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при взаимодействии с электричеством. В Карагандинской области 3 человека стали жертвами отравления в канализации. Инцидент произошел минувшей ночью. В департаменте ПЧС сообщили, что 59-летний мужчина попытался очистить колодец и упал в него. Глубина его, как оказалось, 6 метров. Следом за владельцем дома в колодец спустились его сын и сосед. Мужчины пытались вытащить пострадавшего, однако это им не удалось. Родственники вызвали спасателей. К моменту их приезда один из мужчин уже скончался. Двоих доставили в больницу и буквально только что стало известно, что оба госпитализированных скончались в реанимации. Ростельхознадзор с 15 июля ограничил ввоз продукции из пяти предприятий Казахстана. Как информирует Интерфакс Казахстан, речь идет об Усть-Каменогорской птицефабрике. В продукции которой обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы сальмонеллы, ТО «Адам Инвестмент» и ТО «Родобаса Кус». В их продукции нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Также в продукции еще двух компаний специалисты якобы нашли «Листерий» и «Мышьяк». В сообщении подчеркивается, что нарушения носят однократный характер. Отмечу, что при подобном выявлении нарушений запретный импорт обычно не вводят, а продукцию предприятия-нарушителя ставят на строгий лабораторный контроль. Ограничения начинают действовать после повторного нарушения. Однако в Россельхознадзоре заявили, что вынуждены предпринять такие меры в качестве зеркальных. Между тем, совокупный объем внешней торговли Казахстана со странами ЕС достиг почти 80 миллиардов долларов. Об этом сообщают аналитики портала «Финревью». Всего за четыре месяца текущего года товароборот превысил 6 миллиардов долларов. При этом нашим самым крупным партнером является Россия. Товарооборот соседних государств формирует почти 92% всей внешней торговли. В целом, ее совокупный объем в минувшем году продемонстрировал рост до почти 95 миллиардов долларов. Доля стран-участниц ЕС составила свыше 20%. Отмечу, что Евразийский экономический союз действует с 2015 года. В него, помимо Казахстана, входит также Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Тем временем, казахстанские магазины за полгода продали товаров почти на 5 триллионов тенге. По данным портала ЛС, оборот розничной торговли увеличился на 5,5% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Доля продовольственных товаров в общем показателе торговли состояла 32,5%, это свыше 1,5 триллионов тенге, а непродовольственных товаров 67,5%, что приблизительно равняется 3 триллионам 300 миллиардам. При этом продажа продуктов увеличилась на 5,8%, а непродовольственных товаров на 5,3%. Крупные торговые предприятия наторговали на 2,7 триллиона миллиардов тенге, доля индивидуальных предпринимателей и городских рынков около 2,2 триллиона миллиардов. В стране также увеличились объемы производства продукции легкой промышленности, причем сразу на 17%. Об этом сегодня сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. По информации ведомства, благодаря увеличению производства хлопкового волокна, производство текстильных изделий увеличилось на 20%. Пошив отечественной одежды за первое полугодие также возрос почти на 9%. Министерством совместно с Национальной палатой и другими государственными органами работа ведется в рамках экономики простых вещей. В рамках механизма кредитования приоритетных проектов в легкой промышленности одобрено банками второго уровня 14 проектов на сумму 2,8 миллиардов тенге. Сегодня стартовала налоговая амнистия для физических лиц. Казахстанцам, которые погасят задолженность по налогам, полностью спишут пении и штрафы. Соответствующий приказ утвердило Министерство финансов. По данным Комитета госдоходов, в должниках числятся почти полтора миллиона человек. Общая сумма задолженности почти 21 миллиард тенге, из которых 6 миллиардов 600 миллионов начисленные пением. Воспользоваться данной возможностью можно до конца года. В случае, если налогоплательщик уже оплатил в течение текущего года за прошлые периоды и налог, и начисленную ему до этого пению, то это пение подлежит возврату. Есть случаи, когда физическое лицо имеет основной долг меньше, чем пеня. 70% задолженности – это задолженность по налогам за транспорт. Банк Астаны продлевает сроки выплат возмещений своим вкладчикам. Забрать сбережения клиенты финансиститута смогут до 26 января 2020 года. С момента начала выплат 26 января 2019 года в банк-агент за возмещением обратились 52 тысячи вкладчиков. Совокупно они получили почти 37 миллиардов тенге. Это 98,4% от всей суммы. Еще 1,6% – это в основном небольшие остатки на счетах. В частности, 64% вкладчиков имели депозиты менее 1 тысячи тенге. 79% – не более 5 тысяч. Количество пока не обратившихся за выплатами составляет 216 тысяч. И в итоге Фонд гарантирования депозитов и Евразийский банк приняли решение продлить сроки выплат. Кстати, в этом же банке оказались замороженными и часть денег, предназначенных для строительства ЛРТ в столице. Напомню, накануне президент Касамжамар Тукаев усомнился в его эффективности и заявил, что местные власти завысили прогнозы пассажиропотока в 70 раз. После критики главы государства некоторые эксперты предложили отказаться от проекта, дескать, достраивать его себе дороже. Об этом мы и поговорим с гостем нашего выпуска. Это экономист, директор УЛАГАТ Консалтинг Групп Марат Кайрленов. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Как вы считаете, целесообразен ли проект для столицы, на ваш взгляд? Ну, очевидно, что в текущих параметрах это слишком дорогой вариант для нашей страны. И, может быть, стоит рассмотреть вариант выставить этот проект в текущем состоянии на тендер. То есть взять всю совокупную стоимость этого проекта. То есть не только стоимость строительства, но и стоимость последующих расходов на его содержание. То есть очевидно, что это потребуется в госсубсидии. И предложить, кто предложит наилучшее предложение, это раз. Возможно, кто-то там, какая-то компания предложит, что она готова проинвестировать в дальнейшее строительство вот этих сетей ЛРТ по городу. То есть вот эти варианты рассмотреть. Ну, а если достаточного такого оптимального варианта не поступит, может вплоть до закрытия его действительно. А вот Минфин предлагал выпустить облигации, чтобы привлечь деньги для завершения строительства. Что вы думаете по этому поводу? Ну, первое, я бы отметил, очевидно, что важны параметры. То есть если выплаты по этим облигациям будут привязаны к какому-либо доходу от ЛРТ, то тут, наверное, риски очень большие и очевидные. То есть вот глава государства отметил, что в 70 раз завысили. Наверняка там еще какие-то моменты всплывут. Это вот первый аспект. Второе, если это обязательства государства, ну, то есть это все деньги налогоплательщиков. Поэтому как ни структурируй, это очень спорный и очевидно, что в разы завышенная стоимость проекта. И мы видим вот по примеру других стран. Поэтому здесь очевидно, что его параметры надо пересматривать. В таком виде вешать это все на налогоплательщиков абсолютно нецелесообразно. А выгодно ли банкам и брокерам играть с облигациями Астана и ЛРТ на рынке ценных бумаг? Ну, это будет зависеть от того, вот очевидно, что это под гарантией Минфина. Какая это будет гарантия Минфина? Вот если это будет выпуск в тенге, то на фоне нарастания инфляционных процессов в стране, тут, наверное, тоже большой вопрос, насколько привлекательным будет этот выпуск. Если это в долларах, то это уже, ну, зависит от условий. Сейчас, наверное, говорить достаточно сложно. Ну, а какие риски есть для нашей страны, если все-таки будет принято решение о прекращении строительства ЛРТ? Ну, очевидно, что это с партнерами, когда заключались договора, наверное, это было предусмотрено. Ну, знаете, вот я вот как кандидатскую защелпу именно финансовые кризисы и в том числе дефолтом государства. То есть иногда даже вот государства идут на дефолты, ну, в том числе по каким-то проектам. Может быть, все-таки меньшее зло будет то, что китайские инвесторы посчитают Казахстан не самым лучшим вариантом для инвестиций. Какая-то часть населения, наверное, обрадуется даже этому. Будем надеяться на благоприятное развитие событий. Спасибо, Марат, за интересную беседу. Мы продолжим. Спасибо. Население Восточной Европы к 50-му году сократится на 12%. Причем, по расчетам экспертов, жители в этом регионе будут стареть быстрее, чем в западной части континента. О путях решения демографической проблемы в обзоре аналитиков Bloomberg. Экономика европейских стран впадет в кризис из-за сокращения рабочей силы и старения населения, утверждают аналитики. В связи с этим, услуги в Старом Свете могут значительно подорожать. Чтобы не допустить этого, европейским странам надо срочно принимать меры. Так, согласно прогнозу аналитиков Международного валютного фонда, ситуация складывается не лучшим образом в 20 странах от Балтийского моря до Балканского полуострова, где население к 2050 году сократится на 12%. А вот численность рабочей силы может снизиться примерно на четверть. Причем, согласно данным МВФ, население Восточной Европы стареет и сокращается быстрее, нежели западной. Согласно подсчетам экономистов, сокращение рабочей силы и, соответственно, продуктивности труда может обойтись странам в 1% от ВВП ежегодно. Решить демографическую проблему сотрудники МВФ предлагают путем повышения пенсионного возраста. Однако политики вряд ли придут к такому решению. К примеру, жители Хорватии выступают против этой инициативы, поскольку, по их мнению, продолжительность жизни там короче, чем на Западе Европы. Вместе с тем, для решения демографической проблемы эксперты МВФ предлагают повысить зарплату и улучшить сервис в таких сферах, как образование и здравоохранение. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает возобновить переговоры между Сербией и Косово в ближайшие недели. Ожидается, диалог пройдет в Париже, также с участием канцлера Германии. Цель – наладить отношения между Белградом и Приштиной. Об этом французский лидер заявил на встрече со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Напомню, Косово ввело стопроцентный импортный налог на все товары из Сербии, чтобы сторона все же признала его суверенитет. Косово объявило о независимости в 2008 году. Если страны Европы хотят быть сильными и процветающими, им нужно помочь Сербии и Косово заключить соглашение. Я считаю, что мы частично ответственны за это. Лично я сам хочу оказать поддержку сторонам, чтобы добиться стабильности в регионе. Евросоюз ввел санкции против Анкары из-за освоения газовых месторождений прямо у берегов Кипра. Об этом сообщили главы МИД Альянса. Сейчас они обсуждают конкретные ограничительные меры. Так, среди них возможны сокращения финансовой помощи Турции, предусмотренные на 2020 год, а также приостановка переговоров по соглашению о воздушных перевозках. Напомню, спор вокруг Кипра обострился этой весной после того, как Турция начала проводить буровые работы у берегов острова. Анкара настаивает на своем праве разрабатывать газовые месторождения в этих водах, которые, по ее мнению, принадлежат турецкой стороне. Мы поддерживаем Кипра, поскольку ранее никогда не признавали турецкую оккупацию в северной части острова. То, что власти этой страны хотят защитить свои природные ресурсы, вполне естественно. Бразилия не будет выходить из Парижского соглашения по климату. Об этом заявил вице-президент страны Гамильтон Мурао. При этом ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Франция не подпишет пакт, а если Бразилия выйдет из него. Напомню, данный договор приняли 196 стран в 2015 году. По состоянию на нынешний апрель документ ратифицировали 175 сторон. В частности, он направлен на ограничение роста температуры на 1,5 градуса. На сегодня правительство Бразилии подвергается критике и давлению в связи с вопросом окружающей среды. Однако с уверенностью заявляю, что мы не выходим из Парижского соглашения по климату. Еще недавно это было одной из самых обсуждаемых тем. На востоке Китая полицейские конфисковали около 4000 компьютеров, которые использовали для майнинга биткоина. Жалоба в участок поступила от руководства местной электрокомпании, которая сообщила о резко подскочившем объеме потребления электричества. Владелец компьютеров рассказал, что купил их для майнинга еще в 2017 году и на этом прилично заработал. Однако конкретной сумме не стал распространяться. Словом специалистов, каждое устройство потребляло от 25 до 50 кВт в день. А в целом все 4000 работающих круглосуточно компьютеров потребили электричество на сумму почти 3 миллиона долларов. Тем временем японская биржа криптовалют Битпоинт приостановила все транзакции и услуги. Накануне с платформы похитили около 32 миллионов долларов. Причем большая часть суммы принадлежала клиентам – порядка 23 миллионов. Остальная часть находилась на дебозитных счетах компании. Ее руководство извинилось перед потребителями, добавив, что компенсирует финансовые потери. Я считаю, что система безопасности электронных валют на бирже недостаточно надежная. В связи с этим работать на этой платформе довольно рискованно. Поэтому в подобных ситуациях инвесторам лучше не работать с электронными деньгами.